Я шлю свой пламенный кинематографический привет всем тем, кто смотрит сейчас нашу программу. Меня зовут Сергей Белоголовцев. Давайте начнём. Режиссёр фильма «Девчата» Юрий Челюкин во время съёмок этого фильма был женат на прекрасной Наталье Кустинской. А Наталья Кустинская, в свою очередь, очень хотела сыграть роль Мтоси. Но худсовет отклонил её кандидатуру с формулировкой «слишком красивая». А актриса так серьёзно готовилась к пробам. Она даже ухудшала свою несравненную внешность при помощи грима. Вот представляете, на какие только ухищрения не идут люди, чтобы попасть в кино. Главное, чтобы фильм был хороший, да? А мы, между прочим, в нашей программе других для вас и не держим. Это шоу «Игра в кино». Давайте-ка на удачу. Свет, камера, мотор. Поехали. Роль первого игрока сегодня исполнит Елена Никифорова, воспитатель из Москвы. Задам один из своих любимых вопросов вам, Лена. Есть ли у вас любимый киногерой? Конечно. Пока все мои подруги были влюблены в Александра Абдулова и его харизматичных персонажей, я, в свою очередь, была влюблена в персонажа дядю Митю из фильма «Любовь и голуби». И люблю все его фразы, а самая моя любимая, шо, откопались уже? Прекрасная Елена! Давайте ей пожелаем сегодня удачи! В роли второго игрока Александр Трошин, военный пенсионер из Москвы. Как раз Александру повезло, и у него произошла очень запоминающаяся встреча с известным актером. Хотим подробностей. Да без проблем. Дело было несколько лет назад. Как-то на Олегранском вокзале с приятелем снимали деньги с банкомата. Только я поставил карточку в банкомат, вдруг какой-то нарисовался мужичок и начал что-то спрашивать справа. Я так краем глаза посмотрел, потертые джинсы, какие-то очки на цепочке, ковбойка, шляпа такая тоже типа ковбойская. Ну, реакция какая? Просит, будет денег просить. Естественно, я на него рыкнул, ну, мужичок отвалил, извините за выражение. Вытащил я деньги, мой приятель говорит, Саня, ты знаешь, что это было? Он говорит, ты же известнейший артист Сергей Маковецкий. Я говорю, врешь? Он говорит, да святая правда. Я, хорошо, мужичок недалеко ушел, я за ним. Обжаловывал точно Маковецкий. Говорит, здрасте, извините, так получилось, все. Он нормально отнесся, шутка, все понял, простил и даже дал автограф. Вот так я имею теперь такого знакомого. Прелестная история. Александр, еще один претендент на победу в нашей сегодняшней программе. В роли третьего игрока, Надежда Герасима, администратор медицинского центра из Красногорска. Надя каждое свое утро начинает с одной известной цитаты из советского мультика. Да, добрый день. У меня дома живет замечательный большой пес. И кормим мы его, естественно, неодноразовым пакетиком, даем большую порцию. Но каждое утро, после того, как он поест, еще не успев облизать всю свою морду, он подходит ко мне, ложит голову на колени и тяжело вздыхает. И каждый раз я за него отвечаю. Сызмальство жил в людях, ел недосыто, спал беспро... Не досыпал, в общем. Это цитата из мультфильма какого? Домовенок Кузя. Домовенок Кузя, конечно! Посмотрите, какие у меня прелестные сегодня гости! Ну что, прям не терпится начать игру первый раунд. Помчались в него! Правила первого раунда предельно просты. Прямо как, я не знаю, в первом, во втором или в третьем классе школы. Простой вопрос и простой ответ. А правильный ответ принесет две тысячи рублей. В конце первого раунда к нам в студию заскочит эдакий вихрь, эдакий ураган, которого мы называем «Зигзаг удачи» и устроит тут небольшую финансовую неразбериху. Но об этом позже. А теперь давайте начнем первый раунд. Первый вопрос. Аберация и другие приключения Шурика. Каким образом Шурик сделал докторскую колбасу любительской? Лена. Таблеточки вставил в колбаску. Абсолютно правильно. Это докторская... Была докторская, стала любительская. Да, это правильный ответ. Лена, первый день не заработанная. Была докторская, стала любительская. А что это? Знодворная. А она не... Да нет, совершенно безвредна. Сарик Хатабыч. Как назывались футбольные команды, за игрой которых наблюдал Хатабыч? Шайбу изубила. Прав Александр, две тысячи у него. Шайба изубила. Что это значит? Ты же ведь знаешь, что мы с Шеней болеем за зубила. А ты что, за шайбу? Увы. Вот так. Самое вероятно привлекательное. По какой научной дисциплине писала диссертацию Сусанна? Александр, снова. Семейная психология. Прав Александр, две тысячи у него. Семейная психология. А что за диссертация? Психология брачных союзов. Это малоизученная область психологии и социологии. Ой, Надюш, мы с тобой там сделаем кучу открытий. Валерий Чкалов. Под каким архитектурным сооружением Ленинграда Чкалов совершил знаменитый пролет? Александр. Под мостом, конечно. Правильный ответ, Александр. Под мостом. Архитектурное сооружение – это мост. Ах, водевиль, водевиль, прелестнейший фильм. Кому, если верить песне из фильма, сама вдруг поверит цыганка? И снова Александр. Благородным своим королям. Прекрасно, Айда Александр. Вновь верный ответ. Карты старые лягут, как веер, на платок с вахромой по краям. И дерьминга-то вдруг поверит благородным своим королям. Ну что сказать, ну что сказать. Устроены и так люди желают знать, желают знать. Желают знать, что в путь. Вот этой волшебной мелодией Максима Дунаевского мы завершаем первый раунд. И правильно на его последний вопрос ответил Александр. И Александр сейчас лицом к лицу встретится с зигзагом удачи. Итак, смотрите, всё-всё по классике. Линзы разных цветов. Одна красная, другая голубая. Под одной деньги со знаком плюс, под другой со знаком минус. Номинал 2000 рублей. Александр, какую выберете линзу? Ну, вы в красном, давайте красную. Должно повезти. Я в красном, линза красная. Александр бывший военный, поэтому знамя тоже красного цвета. Давайте откроем красную линзу. И что под ней? Минус 2000 рублей. Что-то красный нам сегодня не очень к лицу. А вот голубой, там-таки да, там плюс 2000. Но с другой стороны, Саш, смотрите, как приятно. Сейчас кому-то из девчонок подарите 2000 рублей. Ну, это же самое приятное на свете занятие, дарить девушкам подарки. Это точно. Саш, ноль у Нади, 2000 у Елены. Кому отдаете 2000 свои? Ну, давайте Наде, чтобы было поровно. Наде, давайте, чтобы было поровно. Чтобы симметрия такая у нас наступила в студии. Точно. Две у Надежды, шесть у Александра, две у Елены. Идем во второй раунд. Это шоу «Игра в кино» на телеканале «Мир». Плапламелла. Серия витаминно-минеральных комплексов из растительных экстрактов для полного усвоения и многопланового действия. Для поддержания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, эндокринной систем. Сашерамет. Продукты природной чистоты. Сегодня у меня в гостях Надежда, администратор медицинского центра, Александр, военный пенсионер и Елена, воспитатель. Смотрите, сейчас начнется второй раунд. Он чрезвычайно прост. Он даже еще более простой, чем первый. Вы будете смотреть фрагменты из фильма. И ваша задача, просто нажав на кнопку, сказать, как же называются эти фильмы, из которых мы взяли фрагменты. Протяженность фрагмента ровно 30 секунд. Если вы даете правильный ответ в первые 10 секунд, зарабатываете 3 тысячи рублей, во вторые 10 секунд 2 тысячи рублей, и в последние 10 секунд ваша тысяча. Ну а зигзаг удачи ждет, конечно же, конца второго раунда, чтобы снова ворваться в нашу студию с шутками и, как говорится, прибаутками. Ну что, давайте смотреть первый сюжет. Первый сюжет покажите нам, пожалуйста. Лена! Ищите женщину! Великолепно, Лена! 3 тысячи ваши! Ищите женщину! А кто-нибудь мог войти? Не думаю. Хотя утверждать не могу. В оборке очень трудно что-либо увидеть. Позвоните домой вашему патрубку. Прекрасная мысль! Вызываю! И узнаете, не смотрит ли он сейчас спокойно в халате телевизора. Да. И если да, то я вас везу в Шарантонскую тюрьму. Играем дальше. Доверять людям надо. Вот вы едете со мной, а деньги спрятали. Вон ушкуда. Александр! Печки, лавочки. Соглашусь с вами и выплачу 3 тысячи рублей. Вы приедете со мной, а деньги спрятали. Вон ушкуда. Деревенские свои замашки надо оставлять дома, в деревне. А если уж поехал к югу, как ты выражаешься, надо вести себя уж обстоятельно. Или сиди дома, не езди. А куда это к югу? Юг большой. На Кудыкину гору. Слыхали такую? Там новый курорт открыли. Василий Шукшин, которого мы сейчас только что видели на экране, очень хотел, чтобы вот эту роль, вот эту роль главную, сыграл Леонид Куравлёв. Но Куравлёв почему-то ролью не заинтересовался. И тогда Василий Макарович начал искать актёров. В пробах участвовали Олег Борисов, Вадим Спиридонов, Георгий Мартынюк. Но что-то всё-таки как-то не складывалось. И когда уже поджимали сроки, и нужно было начинать съёмочный процесс, вот тогда Василий Шукшин решил, что сам будет играть эту роль. Он был и режиссёром, и актёром в этом чудесном фильме. Играем дальше. А мы борим в свободном небе над воды коле, туман и сёл венгле. Надежда! Трем... Тремушкетёра? Нет. Ну... Ай, Надежда, не могу принять у вас ответ, простите. Александр? Пёс и тремушкетёра. Пёс и тремушкетёра, и это неверный ответ? Нет, 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 нет. Пёс в сапогах? Пёс в сапогах, за счёту на три тысячи ваших. Пёс в сапогах. Мы борим в свободном небе над воды коле, туман и сёл венгле. Мыши! Летучие, сэр! Если вы мыши, значит, тоже не любите кошек. Терпеть не можем, сэр. Именно поэтому прилетели к вам на помощь. Не по зубам катал задача, Гордость мыть под обладка. Наш славный род, прозбродка, Женщик смокрец высока. Играем дальше. Ай, вообще... Осячка! Александр! Идиот! Верно! Это сериал «Идиот». Осячка! Да может, и не заряжен. Заряжен. Но... Не уж та осечка. Капсулю совсем не было. Это был последний фрагмент, который наши игроки разгадывали во втором раунде. А преуспел в этом Александр, и снова Александр встречается с зигзагом удачи. Так, теперь выглядит зигзаг удачи. Это два пакета с попкорном. Бело-розовые полоски и бело-зеленые. Плюс три тысячи и минус три тысячи прячутся там, с той стороны. Итак, Саш, какой выберите? Какой выберите пакет? Ну, давайте будем продолжать бить в ту же точку бело-зеленый. Бело-зеленый пакет выбирает Александр, и мы поворачиваем его. Поверните пакет для Александра. Плюс три тысячи. Да, на этот раз... Бело-розовый дает минус. На этот раз Александру повезло. Итак, смотрите, Александр, чтобы у вас денег прибавилось, у кого-то из ваших соперников денег должно стать меньше. Две тысячи у Надежды и восемь тысяч у Елены. У кого-то надо забрать три тысячи рублей. Ну, я так думаю, что у Елены деваться некуда. У Елены деваться некуда Александру. Действительно, куда деваться? Давайте посмотрим, как деньги со счета... Елены перетекут на счет Александра. Две тысячи у Надежды. Четырнадцать у Александра. Пять у Елены. Девушки, сейчас будет третий раунд, там надо собраться и попытаться догнать этого парня. Туда и отправляемся в третий раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, правило третьего раунда. Я буду показывать фрагменты из фильма. В какой-то момент я буду останавливать фрагмент и буду задавать вопрос по поводу увиденного. Я буду давать три варианта ответа на этот вопрос. Один из них правильный. Если вы ответите с первой попытки, заберете три тысячи. Со второй попытки две тысячи. И с третьей попытки ваша тысяча рублей. А вот в конце третьего раунда нас ждет другая забава, которую мы называем кинолотерея. Ну что, давайте начнем по семейным обстоятельствам. У меня невроз. Понятно. Так можно что-нибудь придумать? Положить девочку в кроватку, а качать коляску пустую? Дело в том, что я люблю, когда ребенок в коляске. Мне необходимо больше двигаться. Знаете, у меня спинделез. А не устаете все время двигаться? И не утомит ли это ребенка, если она будет вместе с вами двигаться? А вам разве не сказали на нашей фирме, что я работаю только три раза в неделю? Потому что у меня кружок в ЖЭКе. Какой кружок посещает герой Папанова? Художественной вышивки, художественной выпивки, художественного свиста. Надя. Художественного свиста, конечно. Это правильный ответ, Надя. Я вас поздравляю. Три тысячи ваши. У меня кружок в ЖЭКе. Художественной свист. Что? Свист. Художественной. Ой, Леночка, ты послушай, как дядя свистит. Ой, как свистит. Ой, как свистит. Да, знаете, в 70-е годы действительно художественный свист был очень популярен. Были даже артисты эстрадные, которые выступали с этими номерами в концертах. Художественный свист. Собачье сердце. Я красавец. Быть может, неизвестный собачий принц. Инкогнито. Очень возможно, что бабушка моя согрешила. С кем, по мнению Шарика, согрешила его бабушка? С Инбернаром, с водолазом, с лабрадором. Надя снова. С водолазом. Это правильный ответ, Айда Надя. Шесть тысяч рублей подряд заработала. Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда спрашивается? Мультфильм «Ограбление в пол». Да здравствует Бриндизи, первый гангстер в нашем квартале. Будь мужчиной, Марио. Наконец-то, Марио, мы ждем тебя. Что сделает Марио с награбленными деньгами? Отдаст жене, раздаст долги, проиграет в казино. И снова Надежда. Айда, молодец. Ну, он не то, что раздаст долги. Просто подойдут и заберут. Ну, то есть, все-таки раздаст. Раздаст. Раздаст долги. Это правильный ответ, Надежда. АПЛОДИСМЕНТЫ Марио, ты мне должен миллион лир. Потомок князей Бриндизи знает, что такое долг чести. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Юлька, ты что собралась делать? Что, она серьезна, что ли? Не, ну, Юль, ну хватит, не смешно. Ну, в конце концов. Юль, перестань. Куда? Юль, ты что, сумасшедшая? Не, Юль, ну реально, ну что ты делаешь? Юля! Юль, ты чего? Стой! АПЛОДИСМЕНТЫ Не, нереально. Девочка хочет повторить легендарный прыжок своей наставницы. Сможет ли? Сможет прямо сейчас, сможет в другой раз, упадет при следующей попытке. Лена. Сможет в другой раз. Это правильный ответ, Лена. АПЛОДИСМЕНТЫ Три тысячи у вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГОВОРanti АПЛОДИСМЕНТЫ Это был последний сюжет, который мы разгадывали с вами. Лена это сделала. Лена будет играть со мной в кинолотерею. Если, конечно, ей хватит храбрости. Вот, смотрите, три портрета из фильма «Белое солнце пустыни». Товарищ Сухов, прекрасная Гюльчатай и незадачливый Петруха. Да, это не просто их портреты, это лотерейные билеты. За каждым из них спрятаны деньги в диапазоне от минус пяти тысяч до плюс пяти тысяч. Лена, у вас восемь тысяч рублей. У Надежды одиннадцать, а у Александра четырнадцать. Вы можете отказаться от игры со мной, сказать, что восемь тысяч у меня уже есть. Я ими рисковать не желаю. Если же вы согласитесь играть, возможно, естественно, два варианта. Открываете, например, билетик со знаком «минус». Что здесь происходит? Я у вас забираю деньги, кладу в общий банк и дальше буду разыгрывать между вами всеми. Возможно, они к вам и вернутся, а может быть и нет. Если же вы откроете билетик со знаком «плюс», вот тут уже другое дело. Я выдам вам деньги своего запаса. Вы не будете отбирать их ни у Надежды, ни у Александра. Таким образом вырастет не только ваш личный счет, но и весь призовой фонд. То есть победитель получит денег больше. Александр, что посоветуете? Рисковать? Я бы рискнул. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Сколько же шампанского было выпито с этими словами? Надежда, рисковать или не надо? Лен, давай поиграем дальше. Не бери. Давай дальше поиграем. Не играть? Нет. Не играть? Нет. Разделились мнения? Сергей, я, наверное, прислушаюсь совета Надежды. Потому что мне в лотерею не везет. То есть вы не играете? Нет, Сергей. Не буду рисковать. Я уважаю ваше мнение. Да. Возможно, и правильное оно. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы проведем следственный эксперимент. Как говорят полицейские. Если бы вы играли, какой бы вы открыли билетик? Наверное, Петруху. Петруху. Давайте посмотрим, что скрывал Петруха. Ноль. То есть решение было правильным. Правильно. Отлично. Решение было правильным. Отлично. Юль, читай, если бы выбрала Елена, принесла бы ей, принесла бы ей разочарование, минус 4 тысячи рублей, а вот товарищ Сухов наверняка бы выдал сумму со знаком плюс. Так и есть. Плюс тысяча. Ну что, Лена, все сложилось, я считаю, более-менее прилично. Да. Спокойно. Согласна. 11 тысяч у Надежды, 14 у Александра, 8 у Елены. Дамы и господа, отправляемся в четвертый раунд. Дорогие друзья, уважаемые мои киноманы, вы продолжаете наслаждаться вашей любимой программой на телеканале «Мир». Итак, давайте я напомню, кто же у меня сегодня в гостях. Надежда, администратор медицинского центра из Красногорска, Александр, военный пенсионер из Москвы и Елена, воспитатель из Москвы. Впереди у нас четвертый раунд. Сегодня он называется «А вас я попрошу остаться». Что же это такое? Смотрите, сейчас на экране появятся четыре портрета известных наших актеров и актрис. Вам нужно, нажав на кнопку, сказать мне, кто из них единственный снимался в фильме, который я назову. Цена правильного ответа – 4 тысячи рублей. Итак, Лариса Голубкина, Игорь Кваша, Сергей Юрский, Татьяна Пельцер. Кто из этих актеров или актрис снимался в фильме «Соломенная шляпка»? Надя. «Соломенная шляпка». «Соломенная шляпка». Надя. Третий. Сергей Юрский. Юрский. Ответ неверный. Александр. Игорь Кваша, разумеется. Игорь Кваша. Конечно, это правильный ответ. Игорь Кваша. АПЛОДИСМЕНТЫ Шутка. АПЛОДИСМЕНТЫ Шутка. Прекрасно. Давайте вторую четверочку. Георгий Витцин, Ирина Мирошниченко, Людмила Касаткина, Семен Морозов. Кто из этих актеров или актрис снимался в фильме «Большая перемена»? И снова Александр. Касаткина, разумеется, выиграла директора школы, Людмила. Касаткина играла директора школы. Полный и абсолютно верный ответ дает. Александр получает 4 тысячи. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы любите детей? Да. Еще с детства. А взрослые как дети. А взрослые как дети. Прекрасная сентенция. Давайте следующую четверку. Олег Басилашвили, Валентина Талызина, Инна Ульянова, Петр Щербаков. Кто из этих актеров или актрис снимался в фильме «Гараж»? Александр. Щербаков. И снова прав Александр. И еще 4 тысячи. Рядущик. Рядущик. Что? Что случилось? Что? Пока ты тут заседаешь, нашу машину угнали. Итак, нам осталась последняя четверка. 11 тысяч у Надежды, 26 у Александра и 8 у Елены. Буквально еще один этап четвертого раунда, и мы узнаем, кто у нас выйдет в финал. Итак, внимание. Олег Даль. Татьяна Догилева. Елена Коренева. Борис Хмельницкий. Кто из этих актеров или актрис снимался в фильме «Экипаж»? Лена. Догилева. Ответ, к сожалению, неверный. Итак, кто? Коренева. Елена Коренева. Это правильный ответ. И 4 тысячи у Надежды. Почему в моих тапочках? Извините, они мне на три номера велики. Да, на велики тапочки. Это была последняя четверка, которую мы пытались разгадать в четвертом же раунде. Давайте подводить итоги. Надежда 15 тысяч рублей, Александр 26 тысяч рублей и Елена 8 тысяч рублей. Надежда и Александр в финале нашей сегодняшней программы. Ах, Лена, Лена. Был такой шанс попасть в финал. Не повезло сегодня? Да. Спасибо вам огромное, что вы нашли время к нам приехать. У вас прелестная профессия, такая нужная, такая прекрасная, воспитатель. И мы вам желаем в ней огромных успехов. И вообще счастья вам. До свидания. Всего хорошего. Начнем финал. Сейчас я вам покажу такой своеобразный видеоклип, который мы смонтировали из 16 фрагментов известных фильмов. Все эти фильмы надо узнать, запомнить, потом называть по очереди в любой последовательности. Но по одному проиграет тот, кто не сможет вспомнить очередное название. А вот соперник этого человека или соперница таким образом победит и заберет все деньги, которые вы так тщательно сегодня собирали всю игру по крупицам. Надежда, у вас 15 тысяч, а вот у Александра этих самых тысяч аж 26. Это означает, что Александр провел игру лучше и заработал себе очень важный бонус. Александр, если в какой-то момент вы вдруг поймете, что ничего не можете вспомнить, вы произнесете заклинание «Я беру бонус», пропустите ход и Надежда будет называть два фильма подряд. Тема сегодняшней кинонарезки посуда. Смотрим чрезвычайно внимательно. Приготовьте посуду, тарелки, я буду все это бить. Еще одно слово и следующая тарелка полетит вам в голову. Сервис. Что? До сервиза дошла. Большой сервиз? Разбили. Это тебе, Верунь, забой посуды. Ай! Посуда! Ты откуда? Погоди! Не уходи! О, это надолго. Больше всего на свете не люблю мыть посуду. А селедочные тарелки нельзя мыть горячей водой. Ну, да. А уж трепуху совсем обходи. А она что, фарфоровая что-то? Фарфоровая. Это мне один товарищ сказал. Главный по тарелочкам. Как вы говорите, сам принесет на блюдечке с голубой каемкой? Мне на блюдечке, я вам на тарелочке. И мне приносят вот так... Извините, спасибо. Куча. Вот такую тарелку. Зина, примите у Шарикова тарелку. Как это так? Примите. Посуду. Тому. Молодец. Тогда пока. Пока. Поехали! Александр, вы лидер, начинайте. Москва слезам не верит. Посуду. Тому. Молодец. Принято. Начнем с мультиков. Не пух. Верно. Продолжим мультики Федория на горе. Посуда! Ты откуда? Погоди! Прекрасно. Влюблен по собственному желанию. О, это надолго. Супер! Вокзал для двоих. Это тебе, Верунь. За бой посуды. Великолепно. По семейным обстоятельствам. Разбили. Блестяще. Идем дальше. Кавказская племяца. Сервис. Что? До сервиза дошла. Принято, Надя, ваш ход. Забытка мелодия для флейт. Больше всего на свете не люблю мыть посуду. Отлично, Надежда. Дальше. Ирония судьбы или с легким паром. Еще одно слово и следующая тарелка полетит вам в голову. Великолепно. Дальше. Блондинка за углом. Это мне один товарищ сказал. Главный по тарелочкам. Блондинка за углом. Принято. Александр, вы? Собачье сердце. Зина, примите у шариков тарелку. Собачье сердце, да. А, джентльмены удачи. Не было фильма джентльмены удачи. К сожалению. Итак, тема посуда. Пять секунд, Надя, у вас будет, чтобы вспомнить один из пяти фильмов. Но пять фильмов много, вы же знаете, прекрасно. Кино. Давайте, вспоминайте. Какой-то фильм. Четыре секунды. Три секунды. Две. Ступо. Одна секунда. Надежда. Надежда. Одна секунда. Ах, Надежда, Надежда. Вышло время, а и побеждают Александр! АПЛОДИСМЕНТЫ Александр! Помните еще, что осталось? Конечно. О чем говорят мужчины? И мне приносят вот так... Извините. Спасибо. Куча. Вот такую тарелку. Так, о чем говорят мужчины? А больше не помню. А больше Александр не помнит. А интересно узнать, что они назвали? Приготовьте посуду, тарелки. Я буду все это бить. Обыкновенное чудо. Обыкновенное чудо, конечно. А селедочные тарелки нельзя мыть горячей водой. Ну, да. Старики-разбойники. Старики-разбойники. Ну, конечно. А следующий? А уж стрепуху совсем обходи. А наша фарфорная что? Фарфоровая? Стрепуха. Да. Как вы говорите, сам принесет на блюдечке с голубой каемкой. Мне на блюдечке, а вам на тарелочке. А золотой телен. Да. Надежда! Очень вы прекрасно играли в свою игру. Чуть-чуть не повезло. Просто Саша сегодня, мне кажется, в ударе был, да? Согласитесь. Сильный игрок. Да. Надь, вы работаете в медицине, спасаете людей, в общем-то. Поэтому мы вам желаем огромных успехов в вашей работе. Прекрасной. И всего самого наилучшего. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Сегодня в нашем шоу победу одержал Александр Трошин, военный пенсионер из Москвы. Давайте же узнаем, сколько он заберет наших киноденег. 49 тысяч рублей. По-моему, здорово. Александр, мои поздравления. Спасибо. Дорогие друзья, разбирайтесь, если в кино, вот как этот симпатичный парень. Бегите к нам быстрее, пока у нас еще деньги есть. И заберите их. Смотрите кино, любите кино, играйте в кино. Вместе с нами на телеканале Мира Сергей Белоголовцев, это Александр Трошин. Мы с вами прощаемся и желаем вам счастья, удачи и любви. Да. И любви. Всем пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok